Скажи честно, из всех сценариев, которые вы рассматривали, был ли такой, в котором ты его нокаутируешь так, как ты это сделал? Я хотел, чтобы такой случай подвернулся, но специально его не искал. Тем не менее, я знал, что у меня куда больше мощи, чем я показывал до этого в легком весе. Поэтому я понимал, что если попаду как надо, то нокаутирую его наглухо. Для меня самое главное было это ярко заявить о себе. Потому что он из Нью-Йорка, я дрался с ним там, и он был непобежденным бойцом. Насколько повлияла на исход боя подготовка в три стаи? Или ты также бы его нокаутировал вне зависимости от места подготовки? Нет, определенно подготовка с Феррисом Захаби сильно помогла мне. Если бы я вышел на этот бой таким же, каким я дрался у Майи, мне было бы куда тяжелее. Сразу скажу, да, удар ногой был хорош. Но бой получился таким коротким не только из-за этого. Это была и работа по борьбе, и передвижение. Да посмотрите хотя бы на мой глаз, он черный. У него неплохие руки, он достал меня. И мне кажется, что прежний я, если бы я так получил, не пошел бы на обострение и не заставил бы его уклоняться, чтобы подставиться под тот удар. Я все время слышал у себя в голове голос Ферриса, чтобы я оставался спокойным, сфокусированным. И я думаю, что все это вместе и привело к победе. Не было какой-то одной техники, которой можно было все свести. Подготовка определила весь лагерь. Итак, ты хочешь бой с Исламом Махачевым. Ты видел, что он ответил тебе в Твиттере? Не, я не зависаю в Твиттере, ты же знаешь. Я же даже тебе репосты не делаю. Ну да, да, знаю. Но он сказал, что... Когда Масвидаль обозвал меня бойцом социальных сетей, я такой, какого хуя? Я вообще далек от этих сетей? Вместо этого он вдруг начал раздавать интервью, раскручивать бои и заниматься всякими такими делами. Так что... Извини, какой был вопрос? Он написал, Москва, Лондон, Лас-Вегас, неважно. И написал, Дэн Хукер и Пол Фелдер, девчонки, сидите и смотрите. Поздравляю с возвращением. Феномен измотал на... Давай в январе. Было бы прикольно. Меня это определенно интересует. Нужно было ему на Москву соглашаться, сейчас бы мы уже бились. Мне так было бы интереснее. Но если он хочет январь, то почему бы и нет? Сейчас столько хороших боев в легком весе, что мне... Даже нет нужды вот так вот выбирать. Сейчас столько вариантов. Если бы спросили меня, то в идеале я хотел бы кого-то вроде Конора. Но я знаю, что он на такое не пойдет. Он не захочет такого боя, как я с Исламом. Начнет отмазываться, мне нужно время. Потому что все эти парни, когда смотрят мои бои... Никто из этих говнюков даже не называет мое имя. Просто так обстоят дела. Ислам ответил, потому что у нас до этого с ним уже было. Но остальные никто больше не хочет со мной драться. Ты ведь и сам знаешь, ты больше всех следишь за ними, за всеми. И так уже годами. Никто не хочет драться со мной, и этому есть причина. Но многие Витя Ислама не вызывают. Почему он так интересен тебе? Всегда есть парни, про которых те, кто разбирается в спорте, знают, что вскоре они смогут подняться. И такие интересуют меня. Не обязательно он должен быть очень известным, потому что Ислам ведь не обладает таким большим именем. Но он может драться. И я знаю, что если мы выйдем друг против друга, то он мне даст хороший бой. Бой с Гелеспи интересовал меня, потому что я знал, какой вызов он представляет. Все скажут, о, да бой-то был короткий, три минуты. Но они не понимают, что стоит за всем этим. Если бы я дал ему добраться до меня или сблизиться, это был бы уже совсем другой бой. И в случае победы он бы мог тут же войти в топ-5. И Ислам может быть следующим. Я вижу, что он делает, вижу его навыки. Возможно, он известен не такому большому количеству людей, но я вижу, что он может драться. Поэтому я заинтересован. Но это должен быть большой бой. Может быть, в Москве, в России. В Вегасе, конечно, тоже возможно. Мне нравится, но это много от чего зависит. Ведь, в конце концов, это же профессиональный спорт. Мы тут деньги зарабатываем. Поэтому мне нужен самый крупный бой и в то же время хорошее испытание. Пацаны, за перевод и озвучку лайк по-братски. Я думаю, для вас это несложно. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok